То, что ребенок познает окружающий мир через прикосновения, давно известная истина. Более того, ученые доказали, от этого напрямую зависит развитие главного мозга. Но разгадать эту связь пытаются до сих пор, в том числе и в Казанском федеральном. Научно-исследовательской лаборатории нейробиологии развитие главного мозга и нервной системы изучают уже без малого три года. И за это время здесь добились серьезного успеха. Такого рода исследованиями занимаются в мире. Есть несколько спиточек конкурентов у нас есть по всему миру и в Америке, в Европе, в Японии. Но технологический задел, который у нас есть, он, в общем-то, намного мощнее. Я думаю, что благодаря ему мы сможем удержаться на позициях лидера и сделать какие-то серьезные очень вещи в будущем. Гордиться молодым нейробиологам действительно есть чем. Всего за пару лет в лаборатории не просто провели ряд исследований мирового уровня, а поставили их на поток. Развитие коры главного мозга здесь изучают на новорожденных крысятах. Исследования на них интересны тем, что крысята, которым от недели до двух, соответствуют эмбриону человека на шестом-седьмом месяце беременности. То есть на них можно отследить, как развивается мозг ребенка в утробе матери, а также при преждевременных родах. Для новорожденного ребенка, а даже, точнее сказать, если ребенок недоношенный, то в формировании связей в его головном мозге важную роль играет именно наличие возбудителей, наличие внешних каких-то воздействий. Мы показываем, что окружение также играет немаловажную роль на ранних этапах. Изучая сейчас крысят здесь, вживую, мы можем потом, возможно, диагностировать некоторые нарушения в развитии мозга у человека. А впоследствии можно даже и лечить. Но это самая большая, благая цель, собственно, наших следов. Кстати, Рустам Хазипов параллельно руководит аналогичной лабораторией Средиземноморском институте нейробиологии. Такой формат позволяет объединить усилия и обмениваться опытом. И более эффективно использовать свои преимущества. И такого посыла внутреннего, тем, чтобы заниматься наукой, таких людей единицы. Плюс к этому человек должен быть еще и талантлив. Казанская земля, она богата такого рода молодежью, которая, с одной стороны, не замутнена идеями материального процветания, и, с другой стороны, увлечена наукой. Благодаря этим ребятам, конечно, мы живем здесь и работаем. То есть на них это основа нашей научной деятельности.